welcome welcome дорогие друзья это своими точнее кино виви которого вы не видели уже месяца наверно 8 6 9 не знаю точное число последний что мы с вами обзирали это был ведьмак второй сезон до этого аркейн а до этого это же по фильмам гулял ну потому что пытался найти себя в кино виви что вы хотите от меня какие ролики больше собирает просмотров какие ролики больше собирает лайков ну и больше конечно же комментариев и я понял одно что вам нравится сериал сериалы обзорах и сегодня для вас подготовил обзор не всего целом сериалу вэнсдэй который переводится как среда конкретно что не так с последней серии вэнсдэй именно что не так с ней но перед тем как мы будем туда переходить давайте сначала поговорим вообще о кино виви будет ли она у меня продвигаться и почему я это выкладываю на основной канал основной канал выкладываю ну потому что кино виви канал неразвитый и соответственно здесь я больше верю что людей найдется которые захотят посмотреть то что я здесь сейчас вам расскажу если я действительно увижу что это количество людей будет довольно большое там лайки комментарии как обычно то обещаю вам что со следующего года я раз в месяц буду какой-нибудь ролик выкладывать на уже основной канал кино виви где только про кино идет речь плюс у нас не забывайте ближайшее время должен вроде как выйти аркейн второй сезон по крайней мере что-то о нем и соответственно мне будет о чем тоже туда поговорить но вообще в этом году очень мало хороших фильмов и сериалов выходило из фильмов я посмотрел сейчас вот будет аватар 2 я вообще не смотрел посмотрел по оценкам все ставят в топы бэтмена вот который выходил и в общем то все все остальное это какое-то арт-хаусное кино либо кино для фестивалей которое вряд ли кому-то будет интересно потому что его смотрят 25 коллег там которые сами же в него деньги вложили получается бэтмен это лучший фильм но бэтмен был от стоим в этом году для меня лично и он средний балл не выше 6 получат от меня в общем рейтинге бэтменов но как-то странно но вот этот сериал очень хорошо мне зашел мне во все советовали на стриме виви а ты смотрел а ты смотрел а ты смотрел и я боялся его начинает смотреть по причине довольно прозаичный netflix netflix последний раз когда адаптировал то что уже было сделано хорошо а именно был сделан хорошо манга слэш анимационный сериал деснот последний раз вот то что я видел они адаптировали деснот это было просто ужас вырви глазный где совершенно все было переврона и при всем при этом на весь сам все само повествование было настолько поменяно что тебе казалось что ты смотришь совершенно что-то другое здесь же история семейства адамс или семейки адамс как у нас ее интерпретировали на адамс фэмили и я понимал что скорее всего это будет паразитирование на ностальгии они будут нам рассказывать историю с другого ракурса и этот ракурс будет конечно же не такие как все скорее всего нам там в кинут лгбт какие-нибудь отношения не главной героини очевидно будет что главную героиню уже побоятся сделать представителем лгбт потому что даже здесь уже netflix дошел до такой ручки что понимает что портить настолько дальше все нельзя иначе просто компания провалится как вы знаете у них акции и так уже упали ниже принтус после того как они решили включить запрет практически всю территорию азии в том числе и россию китай очень много потеряли они своих акций ладно не об этом мы не об этом мы сегодня говорим о самом сериале поэтому надо немножко рассказать вообще о чем он и даже по этой превьюшки вы не сможете сказать о чем он только единственное что вам нравится эта надпись тим бертон которого в общем-то я люблю ценю и уважаю смотрел его мультфильмы смотрел его фильмы смотрел его сериалы и все они были вот в таком готичном стиле и я понимал что это очень хорошо всегда у него получалось и он никогда не перегибал палку черный юмор простой юмор и какая-нибудь незатейливая история и здесь же я уже подумал ну ладно дам шанс этого сериала зайду его и посмотрю и оказался я прав что надо было туда пойти посмотреть и вам тоже всем советую посмотреть отсюда ребят начинаются спойлеры поэтому как говорится закрывайте видео если вы хотите узнать что же там хорошего сразу моя оценка быть не восемь с половиной а семь с половиной но это моя оценка так может вам тоже зайдет на восемь с половиной обязательно советую посмотреть тем более что каждая серия идет здесь написано 45 минут на самом деле каждая серия идет по примерно на 50 минут и их всего 8 то есть по сути вы за каких-то шесть половина часов управитесь ну представьте как три фильма сразу посмотреть ну каждый вечер по две серии смотрите и вот вы уже и закончили весь сериал так вот к чему мы будем сейчас придираться и к чему мы будем переходить сначала надо рассказать все же о чем это у нас мистический детектив который в себя вобрал сразу несколько сюжетных таких вот веток одна ветка это конечно же ностальгическое повествование где нам постоянно напоминает что это все же адамс фэмили где черный юмор где главная героиня это одна из дочерей как раз таки адамс фэмили и соответственно огромное количество пасхалок которые русскому наверно зрителю то и в общем-то европейского зритель будет кардинально непонятно потому что это не наша культура мы смотрели это только там по каким-то телеканалам а именно вот культура адамс фэмили она была привита именно в сша в большом количестве поэтому им эти пасхалки гораздо лучше зайдут чем зрителям из снг да даже из европы как я уже сказал потому что ну не выкупали многие телекомпании себе этот мультфильм этот фильм там фильм еще был в девяносто в первом году девяносто восьмом не готовился по поводу года который тим бертон вроде собирался снимать но потом отказался потому что у него была ночь перед рождеством вроде вот в этот момент в общем мистический сериал который выбрал себя пасхалки второе мистический детектив который выбрал в себя идею шерлока именно шерлока который выходил на канале hbo а как вы знаете шерлока социопата у которого есть его друг ватсон который постоянно его подначивает но шерлок всегда пытается казаться выше него че свешат и своей вот этой социопатии умудряется раскрыть преступление и здесь вы это увидите параллель просто открытую у них будет конечно же у главной героини подручная девочка которая будет ей помогать помогать именно в стиле ой спаси меня я принцесса в беде но и она будет ее спасать учитывая все ее возможности а ну и конечно же третий пункт который мне дико понравился который здесь происходил это просто детективная история которая даже не относится к шерлоку а просто длинная такая история умирают персонажи в территории ну и соответственно надо их раскрывать и это очень меня паразитировал опять же ностальгически к гарри поттеру потому что в гарри поттере тоже были расследование что-то происходит гарри поттер со своей командой скобиду шли на помощь разбираться сами потому что взрослые им не верят взрослые их не слушают и с одной стороны вот все что я рассказал это вторично получается что весь сериал вторичен с одной стороны да на три вещи они заимствуют у разных поп культурных вещей но при всем при этом у них есть какая-то своя самодостаточность можно так сказать потому что здесь великолепно визуал великолепная музыка великолепная игра актеров просто потрясающие молодые актеры которые станут потом голливудскими звездами никогда это говорю это тебе не эмилия кларк который просто разделась по показала и стала потом голливудской актрисой когда мы увидели в других фильмах поняли что да это конечно грустно где действительно актриса это люди играют потому что это были их не первые роли кто не в курсе вот этой вот актрисе и 20 лет и она уже снимается в кино с 13 годиков то есть она уже 7 лет как в этом деле находится ну а что же у нас тогда по сериалу давайте перейдем сюда оценку вы видели восемь с половиной округлим дается на мдб она кинопоиск выдает этому сериалу 8 и 3 балла он попал в 117 место среди всех сериалов напоминаю что в кинопоиске есть парочку моментов где вроде как на пиаренные такие оценочки накинуты какими-то ботами но то есть стабильно в топ-100 я думаю этот сериал попадает а соответственно а могу посоветовать его посмотреть единственное что мне не понравилось когда на кинопоиске начал листать это обилие отрицательных рецензий и когда вот это вот я зачитывал можете нажимать на паузу и зачитали бы просто зайти на кинопоиск и почитать я честно не совсем понимал что люди хотели от сериала гарри поттер для бедных ну я уже про него говорил а где собственно тим бертон а собственно ты тим бертон туда этого смотрел или как ну то есть вот в таком в таком вот духе понимаете тут люди расписывают свои рецензии и пытаются захейтить то за то что вообще сериал из себя не представлял то есть они хотели от гарри поттера увидеть какие-то сражения сквиддича какие-то великолепные не знаю мои магические битвы или что-то в этом роде вот они хотели именно этого но здесь же никогда про это не говорилось здесь история совершенно не о том но мы возвращаемся сюда смотрите что у нас имеется у нас имеется общие оценки на мдб по сериям я быстренько просто пробегусь по сериям чтобы вам было вспомнить о том во первых что было и тогда мы вернемся как раз главной истории которые ради которой я создал это видео а первая серия у нас знакомство по сути переезд ее как раз в академию nevermore вторая серия все местное происходящее плюс знакомство с второстепенными персонажами и второстепенными арками которые будут развиваться 3 серия начала как разки расследования 4 серия продолжение расследования где мы больше знакомиться как разки с персонажами в 5 серии это чистая серия филлер которую можно вообще убрать она ничего не несет это рассказ по сути про ее родителей про секрет ее родителей ну и чуть больше нам рассказывают про nevermore но получается она какая-то кривовато я эта серия на виду того что она совершенно не вписывается его общий канон того что нам повествование которое нам выдали то есть должна была как-то ветка развиваться дальше расследование но она почему-то застопорилась и это не было параллельным расследованием как иногда дело в детективах есть параллельные расследования которые ведет детектив и есть одна длинная мариарти история но здесь такого не было длинная мариарти история идет идет а потом почему-то просто заканчивается и нам решили рассказать про то что у шерлока есть там мама с папой ну типа такого и это Совершенно не подходит, мне кажется, этому сериалу Но решили, что надо показать, как актриса и актеры более старшего поколения играют Поэтому их сюда решили запихнуть Черт с ними Следующее это продолжение расследования, потому что пострадал еще один человек Это уже оказался ее близкий И опять появление пасхалок, опять появление немножко филинга А именно дядюшка приехал Но при всем при этом это все равно идет расследование И завершение вроде как на позитивной ноте преступление раскрыто Очевидно было, что оно не раскрыто Я думаю, что большинство людей на этой планете должны были понять Что будет вот этот поворот, это не раскрытое все еще преступление Ну и соответственно, вот этот поворот происходит в последнем эпизоде Сражение с финальным злодеем, победа, хэппи-энд Так а в чем же проблема, ребят? А проблема заключается в том, что у нас с вами идет развитие персонажей Но оно идет крайне странным образом И в конечном итоге, как будто другой совершенно сценарист Или другой совершенно режиссер написал восьмой эпизод Давайте вернемся с того сюда И что мы с вами получим? Мы с вами получим хладнокровную социопатичку Которая не испытывает никаких эмоций, никаких эмпатик с ближним своим Понимает свои эмоции, но не понимает, как ими пользоваться И одновременно с этим всегда делает единоличность на саму себя Годится? Годится Вроде все подходит Дальше она за счет этих же ее собственных способностей одерживает победу Начинает свое расследование Что немаловажно Этому расследованию посвящены аж целых три серии Я уже про это сказал Помогает своим родителям разобраться в этом конфликте Такую второстепенную историю филлерную завершает При этом все еще с хладнокровным вот этим своим характером Появляется дядюшка, который показывает нам, что у нее есть эмоции Впервые за все эпизоды главная актриса Джена Ортега впервые улыбается То есть она показывает, что нижняя часть ее тела тоже умеет выдавать эмоции Ну и здесь можно сказать, что просто потому что дядюшка Она нам постоянно говорила, что дядюшка ее научил этому, дядюшка научил тому Дядюшка показал это и она к нему относится больше как к отцу, нежели к своему собственному отцу Потому что отец максимально любит ее мать Ну типа такого А с матерью у нее конфликт Мы можем в это верить, все хорошо Но вот тут происходит дальше проблема Она раскрыла преступление И дальше происходит вот этот поворот при помощи телепатии И это, ребят, гигантский рояль в кустах, который не должен был вообще произойти При этом не совсем понятно, зачем его ввели Ведь благодаря поцелуям она узнала, кто убийца И, соответственно, все, что мы смотрели до этого, вот это все, можно было просто выкинуть Ведь зачем нам было тогда нужно это расследование, которое привело к тому, что она посадила невиновного А потом, благодаря роялю в кустах, выяснилось, кто же виновный Это равносильно, как если бы в Шерлок Холмсе он расследовал преступление, расследовал, расследовал Неправильно, ну, то есть не смог найти настоящего преступника, посадил какого-то рандома А потом бах, такой сидит, и ему приходит письмо, и там в нем написано Ой, знаете, Шерлок Холмс, вы не того посадили, я на самом деле убийца Шерлок такой, ооо, а ведь и вправду он убийца Все, надо его сажать Но так это не работает Извините, что я немножко тут сумбурно это все объясняю Потому что мысли в моей голове еще не структурировались Так как я только день назад досмотрел сериал Я объясню, просто попытаюсь объяснить, как все у нас устроено было по сериалу Нам четко дали понять, что все вокруг здесь, это не повестка Это просто не такие, как все Изначально все персонажи, которых нам показывают, они делятся на три типа Первый тип это обычные люди, которых они здесь называют нормисы Второй тип это изгои, куда она приехала, и там все изгои Причем ее родители тоже изгои, соответственно, получаются нормальные люди и изгои И третий тип это главная героиня и ее некоторые друзья Потому что они изгои среди изгоев То есть они совсем не совсем, как все Понимаете, ну давайте просто вернемся к ним и обсудим Ее подруга, ну которая не подруга или подруга Она у нас получается Вервульф Но Вервульф, который не способен перевоплотиться в Вервульфа И это классная фишка Это действительно фишка того, что девочка не может перевоплотиться Она даже для своих не такая, как все, на нее давят, а она все равно не может такой быть И она как раз стремится быть с людьми Она пытается общаться с обычными нормисами больше Потому что она даже в какой-то момент понимает, что среди Вервульфов она как белая овца Ее никто там не любит, а люди к ней нормально относятся, даже учитывая, что у нее когти Но в итоге она, конечно же, начала тусить с наркоманом, который прячет под шляпой, под шапкой свои как раз-таки горгоневские глазки У нас есть девочка-социопатка, которая непонятно вообще, что из себя представляет Потому что она считает себя выше всех изгоев, но это я про главную героиню У нас есть девочка-сирена, которая отказывается петь песни и использовать свои сиреновские способности Потому что нет мотивации, она просто это отказывается, потому что считает, что это неправильно Она хочет быть нормальной Нормальной, то есть как нормисы, а не как изгои другие Потому что изгои другие как раз песенки поют Хотя она могла постоянно даже против главной героини это использовать и побеждать ее У нас есть, вот как раз, как я уже сказал, наркоман Гаргон У нас есть другие еще персонажи, которые не хотят использовать свои способности И это как альтернатива какого-то Гарри Поттера Это как, представьте, в Гарри Поттере бы люди приехали в этот вот особняк, в эту школу Гарри Поттера И начали бы отказываться от использования магии и говорить, что они хотят стать обычными людьми И это реально классная фишка И благодаря тому, что вот эта классная фишка есть Мы получили альтернативные такие вот, такую группу персонажей Которые нашли что-то общее друг с другом Но что же мы получаем в восьмом сезоне Тут даже, восьмом, извините, эпизоде Тут даже по превьюшке видно К ней присоединилась группа, с половиной из которых она даже не общалась С какой стати они к ней присоединились, никто не знает Мы получили вот этот поворот Основанный на том, что она просто поцеловалась и при помощи телекинеза получила способности Девочка, которая раньше не могла перевоплотиться в Вервульф Вдруг перевоплотилась в Вервульфа Она в конце обнимается со своей подругой Хотя конкретно говорит, что она не будет обниматься ни с кем Потому что она такой социопат А здесь она почему-то обнимается Ну то есть, все это, я понимаю, хотели завершить все арки То есть боялись, что сериал может не выстрелить И может закончиться все на первом сезоне И тогда надо как бы это все завершить Показать, что она преодолела себя Девочка оказалась сверхспособной Так а что же все же не так с восьмым эпизодом? Спросите вы еще раз меня А то, что расследование так не делается А то, что завершение арок так не делается Если вы хотите так завершать арки Тогда не надо нас подводить вот через семь эпизодов к этому моменту Нас нужно вести тогда по прямой дорожке Нам нужно показывать, как у главной героини Ну, которая потом будет обниматься, да Меняются эмоции Нам нужно показать, как девочка, подружка ее, Вервульф У нее меняются постоянно Ну, не знаю, в присутствии, например, ее собственной подруги Что ради подруги она чувствует, что она может стать Вервульфом А не просто в какой-то момент вдруг она посмотрела на Луну И это произошло Почему это произошло? Нам про это не говорят Нигде не было сказано Вот к чему я это веду Как лучше было сделать? Лучше было сделать элементарно, через расследование И при этом можно было как раз использовать доктора Ватсона Доктора Ватсона, это я про Вервульф девочку Говорю, как вы помните, она ушла Потом вернулась Потом опять ушла И, короче, представим, что она вернулась Наша главная героиня посадила невинного парня Его Ксавер там вроде звали, да Помню такое, испанское имя В общем, волосатого она посадила в тюрячку Вы знаете, что делать в тюрячке Ну, так вот И сидит и пишет дальше свой детективный роман А та подружка начинает ей рассказывать И задается вопросом Как это делал доктор Ватсон Как это делают всегда Филлерные помощники детективов Задает элементарный вопрос А что произошло? Почему он убил Ну, он же был Хайдом Почему он убил своего собственного хозяина Обычную женщину-нормиц, которая психолог Зачем он это сделал? Ведь Хайды обычно подчиняются И она бы попыталась объяснить своей подруге Почему это произошло И тогда бы поняла, что это банальное совпадение А вот это вот очень интересно Ведь, по-моему, в третьем эпизоде это было Либо во втором, вот где-то здесь Главная героиня произнесла очень красивую фразу Что я не верю в совпадение А уже двойные совпадения тем более Такого не бывает Это все делается преднамеренно И вот это красивое было бы просто завершение И понятная дедукция главной героини Или редукция в данном случае Главная героиня, где она Из этого частного момента поняла, что ее обманули Что все вокруг было подстроено И она бы тогда поняла И можно было бы даже банальную фишку сделать Как Шерлок Холмс вдруг резко встает Понимает, что произошло И уходит И готовит уже ловушку Тогда получается действительно настоящей преступнице А действительно настоящему Хайду И это было бы реально круто И было бы развитие персонажа Именно такое, как мы ожидаем От Шерлока Холмса То есть он не развивается Он остается тем, кем он есть А ее подруга Она как раз является не филерным персонажем Который просто ради комедии добавлен А она является ее альтер-эгот Которую нам как раз и показывали Много раз по визуалу, что вот она ее красочная часть А это ее темная часть И только вместе они могут расследовать это все преступление Здесь же они все это похерили Она догадывается до того, что он преступник Только благодаря поцелую Блондинка Точнее не блондинка Розоволосая Вервульфка нам вообще не нужна Единственное, зачем она нужна Чтобы потом появиться, будучи в форме уже волка И сражаться с Хайдом А зачем нам это нужно? Чтобы показать, как у вас Два CGI-эффекта сражаются друг с другом Ну, если честно, можно и без этого было обойтись Это клишированная сцена Которая присутствовала практически во всех фильмах Даже в Гарри Поттере это было Кто не помнит В Гарри Поттере тоже было сражение волка С другим волком Когда они защищали Гарри Поттера По-моему, во второй серии было Узник Аскабан Или это третья была Там тоже это было А сколько таких вообще эпизодов В других сериалах присутствует Ну, наиболее клишированно То есть, мне лично кажется Что все хорошо писалось сценаристами И продюсер Тим Бёртон Это все, конечно же Галочку ставил, ставил, ставил А потом был написан хороший Вот завершающий акт восьмой Но они испугались Они испугались, что если мы так сделаем Мы сделаем слишком хорошо Ну, а теперь давайте по плохим оценкам У меня... Почему семь с половиной баллов? Потому что я дал плохие оценки По некоторым моментам В этом сериале Я надеюсь, что вы поняли Что я хотел рассказать про седьмой-восьмой эпизод То есть седьмой эпизод-то завершается нормально Если мы забудем про поцелуй А в восьмом эпизоде должно было быть Развязка этого всего Но этого не произошло Сделали как сделали Ну, а теперь давайте так Затянутость Я уже про это говорил Вернусь еще раз Что у нас восемь эпизодов Из которых две, по сути Два эпизода посвящены филерам Можно было от этого спокойно избавиться И делать историю гораздо длиннее При помощи развития персонажа Либо делать историю гораздо менее короткую Получается, ну, шесть эпизодов И тоже высмотрелось хорошо Потому что по факту Много ненужного есть в сериале Но с другой стороны Наверное, для молодежи зайдет и ненужные вещи Потому что мне понравилось Как вот был заход в первой серии Никакого объяснения Кто такие Семейка Адамс Что это за вообще мир такой Почему здесь есть магия Почему здесь есть Ну, какие-то они странные существа И живут обычные люди Мне это очень понравилось Что ничего этого нам не раскрывают И хорошо, что и не раскрыли дальше Потому что там можно было провалиться В первоисточнике это не было рассказано Если вы будете это пытаться рассказывать Нам, навязывая какой-то мир Странный, то мы с вами получим Скорее всего, неудачное повествование И слишком много клишированных моментов Либо куча дыр сюжетных Поэтому правильно сделали Что этим не занялись Ну и вроде все хорошо идет Довольно быстро Вот эти вот четыре эпизода Съедается на ура А вот здесь начинается Какая-то немножко затянутая скука Как будто начали уже немножко затягивать Может быть и деньги просто выделили На восемь эпизодов И надо было в восемь эпизодов уложиться А поняли, что могут записать все в шесть И поэтому затянули Затянули, затянули Ну ладно, допустим Предсказуемость Ну, этот пункт Он скорее личный Мне лично было понятно Кто является Хайдом И кто является, соответственно Носителем Хайда Вот здесь вот Там было парочку Моментов, которые прям открывали нам Всю истину Потому что Нам несколько раз Как раз намекали Что Красноволосый Я буду Красноволосый называть Нормис Она заходит в этот ресторан Часто Она следит за мэром Нам про это как раз Четко она сама говорила Ой, я за вами слежу постоянно Ну как бы зачем человек будет говорить Что она следит за ним постоянно А то, что она заходит в эту кафешку И тусит с ее этим парнем Тоже понятный этот парень Там всего у нас два мужчины По сути Которые могут быть Хайдом Либо волосатик Либо не волосатик Других людей быть не может Ну а так как у этого парня Какой-то конфликт с его отцом Неразрешенный И тот не хочет говорить с ним об этом Но при этом почему-то недолюбливает Людей из магической школы Можно сделать предположение Что как раз мама тоже была из магической школы И здесь мы как раз об этом узнаем Вот в этом эпизоде И сразу становится все на свои места То есть получается Что вроде как очевиднейший момент произошел Но для меня это было предсказуемо Для кого-то будет непредсказуемо Хорошо, не страшно Я согласен, что это лично мой минус Ну и рваное повествование Вот за это я поставил огромный минус То есть если здесь было по полбала Это чисто такое Если бы не было рваного повествования То было бы 8,5-9 баллов Что такое рваное повествование? Ну если вы попытаетесь Разбить каждый эпизод На части Вы увидите, что Все части делаются в разных локациях И нет связующих эпизодов Как это объяснить, ребят? Наверное здесь вот Friends and Foy Вот то, что вот этот был эпизод Вот он был хорош Он был без рваного повествования Нам с самого начала рассказывают Что у всех школьников сегодня Будет особое празднование Они идут в Пилигрим Академию эту Где они будут Кто-то кому-то помогать Все Они выходят в город Все кому-то помогают И нам показывают Общение Общение И потом в итоге Завершается тем Что она сжигает памятник Красиво? Красиво Все остальные повествования Нам говорят Одно Делается совершенно другое А потом показывают кадр Третий Как бы это вам Красиво объяснить Где-то вот здесь Вот здесь по-моему Главная героиня Задумывается о том Как ей покинуть Академию Невермор Чтобы ее никто не заметил Она придумывает фишку Где рука отвлекает Где парень приезжает На автомобиле Забирает ее Потому что по-другому Ей оттуда не выбраться В первом эпизоде Тоже про это говорилось Что ей отсюда не выбраться Без помощи Посторонних людей Именно не из города А хотя бы даже из этого замка Не выбраться И начиная где-то вот здесь Она просто так выбирается Уходит в лес А кстати даже здесь Она побежала Когда парня спасать Вот того Которого укусили Толстопузику Которого кстати Две мамы Одна из повесток Все же вот здесь Проникла от Нетфликс Она тоже просто С этого концертного балла Выбегает И сразу бежит в лес А что за рваная повествование Почему у нас нет сцены Как ее кто-то подвозит А объясню почему нет Потому что подвозить ее должен Тот парень Который превращается в Хайда А соответственно Нам нельзя его показывать Что он ей помогает То есть она получается Убежала из этого замка И добежала до лесу Или что Как это вообще работает Ну вот никак это не работает Это никак не связать Это просто рваное повествование И это больше похоже На комикс Либо какую-то компьютерную игру Ну как раз Вот я сейчас создаю Визуальную новеллу свою И поэтому Могу сказать Что и здесь Именно так и есть То есть Нам вырезают Переход персонажей Из локации А в локацию Б А просто показывают События в локации А потом Резко показывают События в локации Б Тот скажет Ну так же самое Было сделано И в других сериалах Более крупных Но там оно хоть Как-то пыталось Объясняться Вот они там На лошадях едут Лошадей там В первых эпизодах Еще заменяли Дальше просто решили Не показывать Как заменять лошадей Просто они меняются И все Понятно что они Проходят огромное Количество времени Между поездкой Из точки А В точку Б Просто нам Саму поездку Не показывают Здесь же Не проходит Количество времени Она вот сейчас Была на концерте Ей позвонил парень И сказал что Кто-то за ним бежит В 22.40 Там да Или во сколько он там Позвонил В этот же момент Кровь на них Палилась сверху В 23.00 И хоп Щелчок пальца Она в 23.10 И по сути Спасает уже парня От того что его Пузико Разрезает хайт Извините А где лес Тогда находится Он вот тут Типа за углом Но нет же Нам до этого Карту даже показывали По карте там Километра 4 Километра 5 И это еще Если я правильно Эту карту сориентировал Потому что там Карта какая-то Довольно странная Без масштабирования Ну я не говорю о том Что она просто Покинула Академию И никто этого не заметил То же самое происходит И здесь Она то выходит То заходит То приходит Какое-то свободное путешествие Как будто у него Фаст тревел появился В который я верю Если бы это была Компьютерная игра Потому что это Ну просто Клишированный момент Здесь же Это рваное повествование Ну и конечно же Опять мы можем Пойти по рваному Повествованию К тому моменту Что во всех Историях Это просто клипы Клипы Которые можно Потом выкладывать В тикток Или на ютуб Вот эти вот Снятый момент Три минуты Общения ее С персонажем Разоволосой Общение ее С директором школы Общение ее С ее родителем Общение здесь Общение здесь Но нет связующих звеней То есть Как она перешла туда Как она передвинулась Зачем она вообще Пошла с ним общаться Почему это вернулось Ну вот такое вот есть И получается Что у нас вроде Восемь эпизодов Вроде даже затянуто Но при этом Не дотянуто Потому что Связующих звеней Нет Которые Очень хорошо Могли бы Нам Нам Избавиться Ну нам Знаете Немножко ЧСВ Будет сказано Таким как я Избавиться От предсказуемости Ведь если бы Они добавили Больше филлерных Персонажей Мы бы больше Имели конфликтов То есть Добавили бы еще Пару парней Которые от нее Без ума Ведь от нее Реально там Без ума Получилась вся школа И это не проблема Харизматичная девочка Которая не такая Как все Даже среди тех Которые не такие Как все Победившая Темнокожую Здесь Самку Самую главную И стала Королевой Роя И это Было Оправдывало Все Да Ей не нужно Развивать Историю С этими Двумя Персонажами Так жестко Чтобы прям Не концентрироваться На них Внимание А просто добавить Что их очень много Ведь она все равно Не испытывает никаких Эмоций И нашли бы еще Парочку Мужчин Или еще парочку Девушек За которыми Было бы интересно Наблюдать Вы нам С самого начала Сказали Вот смотрите У нас здесь есть Гаргоны Вот смотрите У нас здесь есть Вервульф Вот смотрите У нас здесь есть Вампиры А где вампиры То кстати Нам диджея Только вампира Показали Почему нам не показали Вампира Который бы Ее пытался Засосать Ну прикольно же На это знаете Это я уже так Дофантазирую Но просто Вот этого вот Моментики Вот эти вот Добавить И у нас тогда Было бы в конце Гораздо логичнее Все Даже Даже вот с таким Вот дурацким Вот это поворотом Который они сделали Седьмой Восьмой Было бы гораздо логичнее Вот я нажму сюда Да Попадем Вот на эту картинку Просто хочу И на этой картинке Мы бы не смотрели На персонажей Которых Хер знает Кто это такие Вот Кто вот эти такие Вот кто Троица это Лада этого парня В шляпе мы помним Лада это Вторая самка Мы все поняли Но это кто такие А здесь могли быть Ее реальные Ну типа друзья Которые NPC С которыми она Пообщалась На протяжении Этой игры Длинной И которые помогали Ей в этом расследовании И все А так Вы в курсе Кто это такие Нет Никто не в курсе Я помню Что этот чувак Отхватил только От руки Под водой Потому что он помогал ей А с какой стати Он сейчас помогает Главной героине Непонятно Ладно Че-то я затянул Че-то меня потянуло Прошу прощения Короче Сериал хороший Сериал хороший Я просто всегда хочу Чтоб было все идеально Так и со своим проектом У меня уже все хорошо Но я хочу Чтоб было идеально Поэтому постараюсь Сделать как можно лучше Ну и вам Советую Посмотреть этот сериал Сделать свою Оценку Не слушать меня А просто наслаждаться Хорошей игрой актеров Актрис И конечно же Классным сюжетом Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok